Привет, зритель! Не знаю, хватит ли батареи, но я постараюсь успеть в эти 20 с чем-то минут зарядки батареи. Оказывается, у меня камера разряжается, ибо я её не заряжала. В общем, сегодня пятый день эксперимента, три дня я ничего не тратила, но сегодня мне моя тётя принесла полтыквы. А полтыквы, ну вообще, тыкву лучше делать с пшеном, которого у меня походу дела всё-таки нет, ибо я что-то не помню, чтобы я его находила. Наверное, у меня которое было, я его, наверное, уже съела. Короче, и молоком, а молоком у меня закончилось. Ну, и я пошла в магазин, и я пошла в магазин. Мне сказали, что с такой сумочкой, как мне подарила Вика, уже не ходят, ибо сейчас уже не лето. И у нас вроде как снег, дождь, и вообще, типа, что за погода, она станет мокрая, надо вот что-то по типу такого. В магазине по типу такого был только с Новым Годом. И когда там на кассе моя тётя спросила, вот у меня, говорит, такой пакет, вот по типу такого, ей, говорит, просто плотный, с ручками, думаю, с ручками у меня дома есть. А этот, говорит, ну типа с Новым Годом. И они так убрали, я думаю, а чё это, чё там с пакетом-то с тем? Да он с Новым Годом, я говорю, а какая разница, с Новым Годом он или не с Новым Годом? Думаю, учитывая, что у меня, дорогие подписчики, стабильно террорят уже месяца, наверное, ну полтора или месяца точно с планами на Новый Год, чё я буду готовить, в чём я буду одета и где меня чёрт будет носить. Короче, чек не знает, тут у меня, не тут. Покупка у меня вышла на 205 рублей с копейками. Это, значит, у меня там оставалось, а как бы на всё, про всё 951 рубль, и вот оттуда мы это всё вычитаем. Я купил себе бананов, ну как бы фрукты, надо же есть, там уже они были зелёные. Ну на самом деле, знаете, такое ощущение было, как бы заходишь в магазин, но ничего не надо, ничего не хочешь, ну вроде как тётя там, по телефону ей кто-то вечно названивал, она говорила, что она купила апельсинов, каких-то фруктов, я думаю, надо, наверное, и мне тоже купить, но думаю, раз уж пришла в магазин. В общем, зелёные бананы, три штука. Мне потом сказали, что бананы ещё это как бы дело, а вот то, что я купила виноград, вообще как бы не еда. И вот не еда, виноград. Я такой уже покупала, он когда-то был по скидке, не знаю сейчас, по чём он идёт. Он сладкий, но с костями. Виноград. Так, у меня тут ещё немножко, наверное, видно, а нет, не видно. Ноутбук, короче, слева по борту у меня. Вот я руку держу, у меня рядом на улбук. Я на нём там перевод переводила. Чтоб меня так затянуло. Ну, в общем, перевод сейчас не ответом, потому что у нас как бы время ограничено, ибо зарядки мало. В общем, всё вышло у меня на 205 рублей 42 копейки. Пакет стоит 19,90. Молоко, которое я потом достану, 36,90. Пшено 39,90. Шоколад Алёнка 49,90, потому что был по скидке. Моя тётя взяла молочный, я его взяла с фундуком, но я покажу его. Мне как бы его не надо. Я вроде как Алёнку средней паршивости, ну, то люблю, то не люблю, но вроде как-то это. Ну, в общем, купила я, пусть, думаю, будет. Так, кто-нибудь в гости придёт, а у меня и чай-то особо не с чем попить, кроме мёда и варенья. Мне-то как-то пофиг, но гостей-то надо чем-то угощать. Короче, виноград розовый, кстати, он всё ещё по скидке, он даже дешевле, чем тогда я его покупала. Тогда я его по скидке брала за 85,00, что ли, а сейчас он по 79,90 килограмм. Короче, 22,37. У меня виноград вышел 22,37 рубля. Бананы по 54,90. В общем, пшено я взяла обычное 800 грамм, крупа пшено шлифованное. 9 месяцев оно живёт, сделано оно у нас 24-го котельня. Ну, вообще, у меня как-то было куплено пшено в пакетиках для варки, крупнее намного. Мне кажется, муж такой же фиг знает, и оно у меня прострущилось на пару, что ли, месяцев. Я твоему приятелю написала, говорю, слушай, вот так и так. Он говорит, а ничего не случилось, типа, можно есть. Если он считает, что можно есть, то, значит, можно есть. В общем, вот а шоколадка Алёнка. Алёнка молочный шоколад с пундуком. До 10-го, точнее, от 1-го кутября этого года до 1-го кутября следующего года. В общем, вот Алёнка. Алёнка. Значит, и молоко, которое я обычно у нас беру, потому что оно, типа, как бы случайно всегда по скидке идёт. Ну, такая, то 35 рублей с копейками, то 36, то 34 рубля с копейками. И я думаю, сейчас его немножко попить, потому что оно у меня в открытом виде как-то стоит в холодильнике меньше, чем заявлено. Сделано у нас 14-го ноября. Срок у него годности 11 суток. И, короче, что это у нас? Состав изготовлено из нормализованного по содержанию жира молока. 2,5% жизни. Здрасте, 900 миллилитров. Кто хоть делает это? Это Иваново, вроде. Да, Иваново. Город Иваново, Ивановская область. В общем, такое вот молоко. Завтра заваяю кашу. Сегодня, может быть, эту тыкву делаю, хотя уже 9 с чем-то. Может быть, завтра тыкву делаю, потому что сейчас она у меня на балконе. Как бы на балконе прохладнее, чем дома. В общем, как-то вот. Осталось у меня там что-то 700 с чем-то рублей на мои последние 16 дней. Ну, как бы, хватит, не хватит. Пакет теперь ещё год буду с ним ходить в магазин. Всем спасибо. Всем пока.